Приглашаем еще одного нашего постоянного гостя, друга и главного редактора ресурса послезавтра.io, Романа Попкова. Роман, приветствую, как меня слышишь? Да, приветствую, отлично слышу. Ну, для тех, кто этого не знает, скажу, что Роман не просто журналист. Он возглавлял Московскую организацию Национал-большевистской партии когда-то и вообще является легендарной фигурой в российской активистской среде. И поэтому, наверное, не случайно, что он сейчас делает этот сайт послезавтра, который является, ну, я его читаю лично регулярно, всем нашим зрителям тоже советую это делать, послезавтра.io, адрес сайта, это, наверное, самый интересный ресурс про радикальные действия, радикальные взгляды и левые, и правые. В общем, все, кто хочет зарядиться, пожалуйста, к Роману. Роман, скажи, пожалуйста, вот это последнее время, которое сейчас происходит, там было отмечено прям целым рядом таких ярких партизанских действий, да, и резкое увеличение всего того, что происходило в России, ну и, конечно, вот определенная волна, которая была приурочена к 7 октября, дню рождения Путина, конечно, венцом которого был взрыв Крымского моста, которым, как уже признало российское руководство, участвовали граждане России, то есть, по сути дела, российские партизаны. Что ты вообще знаешь про нынешнее состояние дел в партизанском движении, как ты его видишь и как ты видишь его перспективы? Ну, в первую очередь хочется отметить, что после объявления Путиным мобилизацией в России резко возросло количество атак партизанских акций прямого действия против объектов системы военной, инфраструктуры режима, военкоматов, железных дорог и так далее. И, что также интересно, довольно активно атакуют административные здания, то есть районные, городские администрации, то есть русское сопротивление вполне оправданно считает административные здания законными, легитимными целями, потому что это тоже штабы диктатуры, это штабы войны, штабы ненависти. Рост существенный есть, то есть каждую ночь буквально происходит что-то, самые разные люди вовлекаются в это движение. У меня уже есть история про то, как девушка из 11 класса, школьница, подожгла военкомат, к сожалению, ее схватили силовики, жандармерия путинская, но вот тем не менее пример такой, про этих людей, про эту молодежь, про эту девушку, наверное, потом будут слагать песни и писать книги, и в учебниках истории они займут место, и будут фильмы там покруче любых неуловленных мстителей советских. Рождается новая легенда, когда мы говорим о том, что необходимо переучредить российскую государственность после революции, это же процесс не только юридический, не только связанный с бумагами и законами какими-то, переучреждение должно базироваться и на определенном героизме. Вот эти люди сейчас своим сопротивлением создают такой фундамент идейный нового, новой России свободной, нового государства. Это фундамент героизма, сопротивления, так же, как в свое время в годы Второй мировой войны даже в странах оси было сопротивление, и именно эти люди, там, не знаю, там, гарибальдийцы в Италии, которые воевали против режима Буссолини, там все эти партизанские отряды имели гарибальди, они стали фундаментом новой Италии. Вот, так же в России схожие процессы сейчас разворачиваются, я смотрю на это с надеждой и в целом довольно оптимистично. Ну, скажи, пожалуйста, но при этом большое количество представителей российской оппозиции, оно за это, ну, этого и вообще не существует, это все там, Пономарев это придумывает, вот особенно сильно, мы видим, последние дни про это начали как раз после Крымского моста писать сторонники Алексея Навального, который находится в Литве, значит, что вот, дескать, это все выдумка, на самом деле это просто все операции украинских спецслужб, которые пытаются выдать это за несуществующее народное движение в России. Что бы ты на это сказал? Я бы посоветовал сторонникам Алексея Навального, который находится в Литве или там в других странах Евросоюза, брать примеры вот с вашего гостя предыдущего, который в Тишиневе атаковал российское посольство, и заниматься делом. Вот делом полезным. Вот атака российского посольства это полезное дело, а склоки в интернете и обливание грязью других оппозиционеров и лидеров сопротивления, это дело контрпродуктивное. Пускай идут в посольство и забрасывают его фаерами, будет очень хорошо. К сожалению, у нас в Киеве российского посольства действующего нет, а вот у них есть, это такая первая рекомендация. Ну а второе, на самом деле, как мне кажется, постепенно в русской оппозиции, все же, если глобально смотреть, понимание необходимости силового сопротивления растет. Мы видим, например, что Ходорковский в своем твиттере уже там пишет что-то типа не считай там сколько военкоматов сожжено, а думай сколько их еще осталось несожженными. То есть постепенно люди начинают понимать, что на войне нужно воевать, что война требует героизма и решительности. А в целом рекомендация к эмигрантам брать пример вот самарского товарища, который отжег во всех смыслах слова в тишине. Слушай, Роман, у меня к тебе вопрос. Мы с тобой выходцы, скажем так, из субкультуры, из политической оппозиции еще до того, как это, что называется, стало мейнстримом. Как ты считаешь, вот с точки зрения партизанской такой этики, с точки зрения людей, ну ты понимаешь, о чем я говорю, с точки зрения читателя ресурса послезавтра, вот если бы тебе или мне сейчас пришла повестка на мобилизацию, я просто вот умозрительно делаю такое упражнение, как бы я должен был реагировать? Партизан, который, ну, грубо говоря, днем я работаю в офисе, пока еще какие-то офисы работают в России, да, а ночью я жгу военкоматы, окей, это понятно, но если мне пришла повестка на мобилизацию, что я должен делать? Я все-таки должен от нее уклоняться или уже я должен пойти в эту армию, сдаться там через линию «хочу жить» и вступить в легион России? Партизанская этика, что подсказывает, как вот в таких случаях делать тем, кто еще пока что в России находится? Ну, я думаю, что партизанская этика тут довольно однозначная ситуация трактует. Никаких повесток не брать, к военкомату приближаться только на дистанцию броска коктейля Молотова, да, если все-таки каким-то образом случайно, я не знаю, там, на улице воспоймали там мусора и заставили расписаться под угрозой там жесткого насилия какого-то, ну, в повестке расписаться, ну, нужно просто полностью менять место жительства, уходить на нелегальное положение, сбрасывать телефон свой, забывать все свои приятные какие-то там бытовые мелкобуржуазные всякие пристрастия и уходить в подполье, то есть уходить на нелегальное положение. Это тоже вполне себе путь, и я знаю, в России сейчас многие люди уже живут на нелегальном положении, то есть они партизанские акции ведут, не совмещая это с обычной жизнью своей, да не у всех есть такая возможность. Так что, вот, уходить в подполье, как в свое время там всякие там молодые гвардии делали там и прочие товарищи, ну, идти в российскую армию, чтобы потом сдаться и выступить в Ледион Свободной России, ну, конечно, тоже можно, в принципе, да, но просто нужно учитывать, что пока ты получишь хотя бы какую-то возможность сдаться, по тебе может пять раз прилететь Хаймарсом каким-нибудь, да, и ты погибнешь в этой скотской армии, в этой там скотской форме совершенно, и смерть твоя будет бесславна в высшей степени. Поэтому зачем так искушать судьбу? Уходить в подполье. Роман, у меня к тебе более сложный этический вопрос. Вот, когда произошла атака на Крымский мост в сети, ну, прежде всего, конечно, надо прямо сказать, в либеральной, да, то есть части сети, на телеканале Дождь, на ресурсах Эхо Москвы и так далее, возникла целая дискуссия относительно того, насколько вообще правильным был метод атаки на Крымский мост. Имелось в виду то, что, ну, вот там отдельные товарищи внутри России помогли, значит, нанять эту фуру, который был водитель, который гражданский человек, не имел непосредственного отношения к боевым действиям, который на этой фуре поехал через этот самый мост, фура взорвалась, и в результате этого погиб и он, и погибла еще пара в проезжающей мимо автомашине. Ну, и это, вот, значит, три человека гражданских, которые погибли, которые не носили военную форму, которые не участвовали непосредственно там в агитационных кампаниях, организационных кампаниях, которые касались этой войны. Ну, и вот на этом основании, значит, некоторые товарищи выносят мнение о том, что вот таких атак быть не должно. Что бы ты на это сказал? Ну, товарищам, которые, скажем так, неизвестно какой моральной высоты такие суждения выносят, то есть мне непонятно, где находится вот та моральная вершина, с которой они вещают. Я бы им посоветовал все-таки найти возможность приехать в Украину и поездить по освобожденным городам, и посмотреть на трупы. Вот просто посмотреть на трупы мирных жителей. Вот мы с Лешей Забарановским в Буче видели это, да, это то зрелище, которое так быстро не забудешь. К тому же там Алексей потом еще там куда-то там ездил, а на Восток все это видел. Мы об этом как раз, мы об этом с ним дальше поговорим, мы даже кадры сейчас покажем. Вот нужно посмотреть вот на эти обухленные тела и просто осознать, что этим людям принесли смерть, в том числе и вот такие мосты. По ним шла техника, которая несла смерть, по ним ехали эти убийцы в форме. И вот эти Крымский мост и все остальные транспортные артерии Российской Федерации сейчас это дороги смерти. Они несут разрушение городам, десяткам, сотням мирных людей, бабушкам, детям. И просто вот нужно покататься по стране и посмотреть, а потом уже вещать, что там фуру там в темную использовали водители и так далее. Украинцы отчаянно пытаются сохранить свое право на существование себя как нации защитить. Те русские люди, которые им помогают в этой борьбе, они отчаянно пытаются Россию вытащить из чудовищной воронки, которая несет новую смуту, новую поруху и там разрушение всего этого космоса, да, и там превращение его в хаос. Вот такого рода акции, они на самом деле направлены на сбережение многих и многих жизней. Об этом важно помнить, это нужно осознавать. А вот, смотри, вот сейчас у нас только что на экране были кадры последних бомбардировок, которые были по украинским городам и которые проходили утром в понедельник. И очень многие, особенно в России, сказали, ну вот что вот вы хотите, да, вот, значит, ваши вот там партизаны взорвали Крымский мост, или украинские спецслужбы тем более взорвали Крымский мост, вот вам ответочка, да. Вот не надо было взрывать Крымский мост, не было бы этой ответочки. Для вас там, значит, пиар, вот этот вот символ и так далее, а вот реальные жизни, реальные разрушения и там холод, энергетические объекты тоже, которые пострадали в ходе этих самых бомбардировок. Не так, конечно, как это хотела российская армия, но тем не менее. Я лично прямо только скажу свою точку зрения, я считаю, что эти вещи на самом деле не взаимосвязаны, я считаю, что эта бомбардировка связана с назначением генерала Суровихина, и необходимостью для него и для Сергея Шойгу показать, какие, значит, они крутые, как новая метла по-новому этими ракетами метет. Но тем не менее, очень многие люди это связывают, а связывая делают выводы о том, что не надо было атаковать Крымский мост и что это была ошибка. Можно я сейчас вклинюсь, а потом Роман ответит. Слушайте, ну вообще война, и на войне гибнут в том числе и мирные жители. Эту войну развязала не Украина. Более того, Крымский мост действительно имеет важное военное значение, по нему идут в том числе и военные эшелоны. Поэтому атака на Крымский мост, она абсолютно обусловлена военной необходимостью. Но Россия же бьет по мирным кварталам, по больницам, по школам, не как по военным объектам. Уничтожаются целые кварталы просто для того, чтобы запугать украинское руководство, украинское население. Это же совершенно разные вещи. То есть да, гибнут мирные люди. Во-первых, масштабы жертв среди украинского населения огромные, не сопоставимы с единичными случаями. Во-вторых, опять же, когда... Алексей, я просто, извини, что я тебя перебиваю. Я тут вот сейчас выполняю роль адвоката дьявола, потому что понятно, что моя, конечно, точка зрения была о том, что надо нападать. И ты не можешь не нападать, боясь ответного удара. Но, тем не менее, если предположить, что это взаимосвязано, мы же знаем, что российская армия бьет по мирным объектам. Мы же знаем о том, что они будут бомбардировать как раз не военные какие-то точки, а будут бомбардировать мирные кварталы. Соответственно, мы, нападая на Крымский мост, мы понимаем о том, что будет ответка. Хотя, еще раз скажу, что я считаю, что это не ответка за Крымский мост. Да и без нападения на Крымский мост они регулярно уничтожают жилые массивы. Поэтому, я повторяюсь, тут нет никакой проблемы в том, что Украина атакует военный объект. А Крымский мост это военный объект. Ром, что ты думаешь? Ребята, смотрите, да, ребята, ну, знаете, я вот родом из города Брянска. Как известно, Брянщина, это типа, ну, считается партизанский край, да, в такой советской историографии. У нас там на партизанской поляне есть такой объект прикольный, панорама, взрыв Голубого моста называется. Это вот в 42-м или в 43-м году партизаны взрывали мост, ну, Голубой мост, так называемый, по которому вермахт там без снабжения осуществлял. В ответ на это немецкие войска сожгли несколько деревень. Но, я не знаю, никому в голову не приходило, ни у нас там в школе, ни в пионерской дружине в нашей, ни сейчас, я думаю, нынешнему губернатору в голову не придет заявлять, что, ну, зачем же партизаны действовали, ведь как бы в ответ каратели же тоже действуют. Ну, ты знаешь, ты знаешь, извини, что я тебя перебиваю, но вот опять я воспитан на тех же самых книжках и на тех же самых ценностях, и меня родители учили ровно так, как ты сейчас говоришь. Но, тем не менее, вот у нас было очень модно в последнее время в некоторых там либеральных кругах говорить о том, что вот Зоя Космодемьянская, она правильно преступница и правильно ее немцы повесили. Она же поджигала там, то есть они же ее повесили как поджигательницу, да, то есть никакой она не партизан, она осознанно накликала проблемы на мирных населений подмосковных деревень. И Питер надо было сдать немцам, потому что вот блокада и много там сотен тысяч людей, которые умерли от голода, они бы не умерли от голода, если бы немцы взяли Питер, поэтому не надо было его оборонять. И они говорят, что это оборона и тем самым блокада, это преступление советской армии. Ну, слушай, это все абсолютно такая ущербная логика, порочная. Это то же самое, как там признавать жертву, не сопротивляться насильнику, не кричать, не царапать ему лицо, не бить его, потому что вдруг он будет меньше бить, если не будет сопротивления. Но давайте уж так как бы не будем рассуждать. Это люди так говорят, как правило, которые сами к действиям не способны никаким и чувствуют свою определенную дефективность и порочность из-за этого. И любые другие действия героические, любых других людей, народов, стран вызывают у них вот такой внутренний дискомфорт. Это им напоминает об их порочности и недееспособности. Ну, я с тобой здесь на самом деле согласен на все 100%. И хочу сказать, что российская либеральная общественность, она вот эти вопросы поднимает и про них говорит. Но я не слышал ни одного раза в Украине слов о том, чтобы надо было сдать Мариуполь. И тогда бы те 87 тысяч человек, которые были убиты в Мариуполе российской армии, что они бы уцелели. Наоборот, бойцы Азова, которые были защитниками Мариуполя и как герои Брестской крепости, держались до последнего, обороняя этот город и уже уходили в катакомбы, но все равно стояли и все равно держались и все равно обороняли. Никто им ни одного плохого слова не сказал, а наоборот их считают героями. Ну, вот поэтому Украина демонстрирует, ну, как бы показывает нам всем, что у нее есть будущее. Вот, ребята. А у России здесь будущее или нет, это зависит во многом от того, вот как мы будем пересматривать свою систему ценностей. Поймем ли мы, что борьба дает право на жизнь и только борьба. Ну, а вот скажи, последний, наверное, тебе вопрос, и мы тебя отпустим. Ты знаешь, вот эти все, когда идут обсуждения про партизанские движения, про движение сопротивления внутри России, что меня на самом деле больше всего возмущает, это то, что со всех сторон, в данном случае уже как раз и российские либералы, и очень многие люди в Украине, они вообще отказывают русскому народу в субъектности. Вот эта масса, которую ведут на убой, они покорно идут на мобилизацию, а если и не идут на мобилизацию, то все, на что они способны, это убежать от нее за границу, там, в Грузию или Казахстан, а сопротивления нет, это вот сопротивление, это может быть только извне, это вот наведено украинскими спецслужбами. Насколько ты ощущаешь, выходец из партизанского края, насколько ты ощущаешь на самом деле готовность россиян все-таки сопротивляться, и насколько ты считаешь вот эти вот действия, которые партизанские происходят, ну там, сколько людей в них реально участвует по всей стране, ну, наверное, там, тысячи человек, да, мы можем оценить, которые сейчас вовлечены вот в эти вот акции с поджогами, там, с саботажей на железную дороге и так далее. Вот насколько эти тысячи вообще на что-то влияют? Ну, скажем так, вот если самую такую излюбленную историческую, вспомнить параллель, то есть Первую мировую войну, вот мы за 8 месяцев прошли путь от воодушевления шовинистического 2014 года, через великое отступление 2015 года, через недовольство правых кругов государям, которые тряпка и царицей немкой, вот мы уже где-то, наверное, в конце 16-го года. Вот современной Российской Федерации потребовалось 8 месяцев, чтобы тот путь пройти, который у Российской империи 2,5 года занял. И что самое важное, мы постепенно слышим ропот в войсках. И уже такой, как бы, не от условных, там, Стрелкова и ему подобных блогеров, а вот из такой темной солдатской массы низовой, который, ну, там, буквально братцы черви, да, вот такой призыв, как в истории про известный корабль революционный, да. Вот, то есть я думаю, что, как бы, Россия уверенно идет к своему 17-му году, к февралю 17-го года, вот, а когда революционные стихии нашу Родину охватят, вот очень важны будут эти несколько сотен или несколько тысяч человек, которые сейчас уже активно борются и структурируются. Они будут тем каркасом, на котором будет подниматься новая русская революция. Слушай, Роман, у меня еще вопрос один, скажем так, прикладной партизанщине. Вот сейчас осень, скоро зима, с одной стороны ночь длиннее, то есть темноты больше, темнота это друг партизанов, с другой стороны холодно. А какие, так сказать, сезонные советы ты можешь дать тем, кто... И снег, кстати, прятаться сложнее. Да, снег, это тоже, на самом деле, с одной стороны минус. То есть вот какие советы по сезонной партизанщине можно получить от тебя, как эксперта в этой области? Ну, на самом-то деле, снег, да, это такое белое проклятие любого подпольщика и партизана, но самое главное, это непогодные условия. Я бы хотел внимание на другое обратить. Сейчас, вот сегодня об этом стало известно, режим планирует распространить московскую практику вот этого такого концлагеря цифрового на всю остальную Россию. То есть все видеокамеры, которые в регионах будут интегрировать с московской системой безопасный город. Вот. Система распознавания лиц, мы знаем, это довольно-таки поганая штука. В Москве менты по ней, по этой системе работают четко. Через безопасный город постоянно задерживают даже довольно безобидных активистов, таких-то журналистов, соевых, таких, соевых, абсолютно, так сказать, неопасных. Ну вот. И, в общем-то, планируют к декабрю вот эту вот систему концлагеря такого цифрового синдзяма такого русского по всей России ввести. Я думаю, что они очень сильно погорят на коррупции, они очень сильно погорят на своей бестолковости, но, тем не менее, рано или поздно они это сделают. То есть, всем партизанам от, так сказать, там, Балтийского моря до Берингового пролива необходимо будет, так как москвичи уже постепенно учатся, учиться обходить вот эту вот систему безопасного города. То есть, очень внимательно к видеокамерам относиться, по минимуму там пользоваться любым транспортом общественным, в особенности метро в тех городах, где есть метро. И вот как-то изощряться. Но самое главное, несколько месяцев точно у нас есть, потому что пока эта система, безопасный город, не работает. Нигде, куда Москвы, Питера и еще пара крупных мегаполисов. И, в общем-то, это время для веселой движухи. И позднее тоже нельзя прекращать будет. Но вот сейчас нужно просто максимально наращивать удары, потому что сейчас система в провинции очень уязвима. Вот эта история важнее, чем климат и так далее. Ну а климат, ну что, как бы. С другой стороны, зимой люди носят куда более такую одежду громоздкую. Проще прятать там всякие штуки интересные, там бутылки с коктейлями молотого, всякие ножи, шашки тротиловые. Так что, ну я думаю, зима тут нам не враг. Слушай, ну а будут вот эти удары, ты говоришь, что то есть наращивать удары, но согласись, вот был всплеск сейчас, который связан с мобилизацией. И, в принципе, все вернулось, ну сейчас чуть больше, наверное, количество акций, чем оно было до мобилизации. Где-то примерно, наверное, в полтора-два раза больше, чем оно было до мобилизации. Но все равно такой вот пик, который вот гор, прям когда вот там был выплеск, выплеск, да, большого количества действий, он все равно несколько снизился. Ты ожидаешь дальше роста, или ты думаешь, что это вот будет вот такой примерно ровный уровень? Ну, во-первых, действительно, сейчас в среднем больше акций прямого действия, чем было до сентября, до объявления Путиным мобилизации. Да, был таким всплеск, его можно какими-то эмоциональными причинами объяснить. То есть там первые пять дней там просто там все пылало, да. Вот. Я думаю, такие еще всплески эмоциональные будут и дальше, потому что режим организируя будет придумывать все новые и новые какие-то безумные ходы и будет давать очень много поводов для эмоциональных таких атак. Вот. И еще просто важно понимать, что они же тоже пытаются сопротивляться, противодействовать. Сейчас абсолютно точно для Федеральной службы безопасности противодействие русскому партизанскому движению это является главной приоритетной задачей. Мы видим, как укрепляются военкоматы, там где-то ставят бетонные заборы, где-то просто расставили ментов, опять же, в моем родном Брянске, теперь менты дежурят возле военкомата буквально круглые сутки. Это тоже хорошо, это оттягивает у системы ресурсы, это оттягивает у нее внимание. То есть уже даже то, что мы держим систему в напряжении внутри России, это тоже вклад и в победу Украины, и в победу всего просвещенного цивилизованного мира над этой вот тиранией. Как-то так я это вижу. Оттягиваем силы, как можем. Спасибо тебе большое. Мы не просто оттягиваем, я думаю, что мы работаем на победу, и ты вносишь свой огромный вклад в этом смысле. Я призываю всех тех, кто видел и слышал наш разговор, обязательно зайти на сайт послезавтра, подписаться на телеграм-канал послезавтра, а также и на наш телеграм-канал, где самая большая, самая полная лента по партизанским действиям в России, который называется Роспартизан. Нам все время говорят о том, что не так легко его найти в телеграме, потому что все информационные ресурсы, которые входят в холдинг утром февраля, сейчас блокируются от поиска, поэтому надо заходить напрямую. И я не знаю, Ром, как у тебя с этим обстоят дела, но на всякий случай и на сайт послезавтра надо заходить как т.ми слэш послезавтра или на веб-сайт послезавтра.io, и на Роспартизан тоже можно заходить как т.ми слэш Роспартизан, т.ми слэш Роспартизан, и вы попадете на самую полную ленту по партизанскому движению в России. Надеюсь, вас это убедит в том, что оно реально существует. А мы двигаемся вперед в эфире «Утро февраля». Не забываем, надо поставить лайк, подписаться на канал «Утро февраля». Это по-прежнему все очень важно, потому что мы единственный и самый революционный канал русскоязычный, который работает из гуще событий в Украине.